так что не написал на телефон я мог бы здесь показать на экране компьютера там много чужих телефонов поэтому я с этого прочитаю реакцию на этот вебинар из информация из телефона не такой или константинович по мне такой этих рыб сами строить не брачная лужа детский сад облаготворение крым наружная самка выпускает икру самец катализатор видишь первым в этот круг происходит облаготворение криво этого вида самец растет потом самка уплывает самка принесла жизнь самец сохраняет эту новую жизнь да я сразу не сообразил да тут не написано кто вы но вы это в этом плане разбирайтесь лучше меня но смотрите это действительно детский сад это сделано как раз для того чтобы для того чтобы максимально сохранение икры было а потом и рыбочек ребят ребят вот спасибо вам за умнейший ответ всю жизнь учусь то дальше еще одно когда европа была властью ледникового периода натальный восток ледник не пришел поэтому сохранились манджурский орех амурский виноград так далее а вот грецкий орех после динько периода переменился так принимаем сведения и еще одна интересная вещь только сейчас смс к перевод 300 рублей татьянуши спасибо татьяну жаль тут фамилии нет есть только инициалы благодарю за бесценный опыт спасибо татьяна вы мне помогаете спасать детей самое страшное нищета детская это унижение на всю жизнь мы калечим детские души сейчас только узнал что один из моих воспитанников детей в школе не обедает потому что его мама почему-то не это не собрала бумаги или как там чтобы ему давали бесплатный обед я не знал что там так сложно ведь была команда саму верху всех детей кормить я сейчас только узнал об этом я в шоке ребенок в школе не обедает вот таких случаях что дело я не могу переменить не школу не тех от кого это зависит кто-то кто-то не выполняет свои обязанности я просто даю деньги спасибо и вам татьянуши за 300 рублей ну ладно давайте теперь возвращаемся к нашим садоводству это самое лучшее дело поверьте человеку который ходит по саду и считает что ему все это снится сколько раз я себя щипал вот оказывается как просто вырастить как просто начинал как все калечил так глянин бухтияров вы опять на месте спасибо вы меня морально поддержите своим присутствием брат брат мы с ним как эти самые на то и братья прикроем всегда спины друг другу наталья доброго времени елена приветствуйте русской области наталья добрый вечер жимал дина всем садоводом здоровья николаеву я до сих пор не могу успокоиться так восхищаюсь вашими лекциями спасибо верный сторонник арсен кострома это ваши деньги да арсен привет садоводом учителю здоровья елена емельянова добрый вечер татьяна это там моя ну-ка 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 ветку спилили она высохла рану конечно замар татьяна я таки сучу гурдем с руки от пилю свой человек вы обижаться не будете то есть получается так когда я это было сегодня правильно всего и прислали фотографию скажем с персиком вот которым вот рано на кольцо и вы спросили что мне делать я ответил рану замазать остальное на вебинаре и поставил вам информацию и вот у нас теперь есть может вы раньше смотрели но как минимум здесь вы присутствуете и я использовал ваше письмо я использовал вашу фотографию самых лучших целях чтобы показать что ни в коем случае нельзя живицу вырезать дерьмо мазать и прочее ни в коем случае чтобы потом вынуждена мазать вот чтобы рану если бы она сухая это продолжение учебы вот жалко говорят на экране не видно сегодня что-то случилось не видно меня вот оставляйте ветку ну скажем сантиметров десять неважно вот особенно они просто важно но особенно если сухая не вырезайте на кольцо это ваша была ошибка вот а дальше вы молодец выпишите рану конечно заводите первый замажите а как нельзя оставлять это испарение идет оттуда душа уходит с дерева вот если уже сделали рано надо замазать так а вот интересно персики покупала лет пять-шесть назад подмосковье растут сейчас так татьяна дорогая 5-6 лет они должны были плодоносить они новые они привитые на 2 3 вот не привитые на 3 4 почему вы про это не написали делаю вам замечание выговор от старшего по команде так александр срез и морозобойно лакомастипой замазать нормально будет называть дело в том что лак мастика долна то мне нравится знаете чем первое я использую зимой чем зимой замазать как это делать мастика 2 лак мастика долна то обладает те самые анти анти антибактериальными свойствами вот а бактерия только дай возможность залезть внутри залезет поэтому заказа мазать лакомастика долна то вещь хорошая вот мой ответ вот а насчет заживать уж извините не надо было резать тогда заживать не надо вот это уже на крайней случае а я использую и он мне подарил приходит зима я беру вдвоем я режу черенки на прививку за мной идет помощник у него в руках в одной руке кисточка в другой баночка с лак мастикой и эти торцы замазывает очень даже удобно потому что это попробуйте какой-нибудь садовый вар но если уж нет лак мастики на ходу и конец не как же может раздобыть ее ну тогда просто густой масляной краской так дальше маргарита суворова добрый вечер из ангарска первый раз попала на очень ну вот видите но есть же наши ведь новые люди есть так что повторение мать учения обычно смотрю в записи спасибо за уроки хотел бы вашу книгу северный сад ваш аккаунт почему-то закрыт брат выручая что такое к вам закрыть имеет сон таких не знаю вот так маргарита можно допустим как то здесь или может быть не электронное письмо где вы там увидели эту книгу потому что если взять допустим чаще всего видят на моем моем каталоге вот вот сейчас закончим еще каталог полистаем если время позволит так что такое аккаунт закрыть пара по разъясните мой брат поможет разберется а вот а северный сад а в северный сад сотворение чудо своими руками все эти книги больше нету я себе оставил две книжки на память все опоздали она вся распродана остается я называю книга за номером раз это есть лично мой книг с курдем она давно уже 10 лет назад какие нет вот а это первая книга есть вторая книга записки зачарованного садовода покупайте вот и книга последняя это значит садоводство до избранных судьбой вот это означает что это означает что вот эти две вы можете купить что такое закрыт аккаунт я сейчас не знаю так кудым кар всем привет из кудым кара вы взяли фамилию по ну ладно вопрос сколько можно сортов приводить на это дерево на яблони на грушу вот значит есть два как бы на сайте это на это есть два подхода первые идеально на одной яблони должен быть привет один сорт потому что 2 3 4 сорт вступает конфликт вот и но и умея прививать допустим если все это у меня было до 10 груш на одном деле не все выживали потом оставалось 53 прекрасный сейчас плодоносит вот ну я старался подбирать хотя бы по созреванию чтобы одновременно созревали тогда конфликт почти не бывает почему не обязательно один сорт ну вы взяли на яблони там привели особенно если речь идет смотрите когда вы едите нескольких сортах ясно что речь идет не о саденце которым там полметра метр нет вы говорите скелетный прививка ну раз я все несколько шартов правильно вот вы сделаете одну прививку а дерево допустим вам уже не понравилось а яблони или груши не нравится место занимает а толку от него нет ешьте яблоки ешьте груши и плюетесь материтесь тогда получается надо тыкать несколько по принципу что вы живете там посмотрим вот тут я вот если дерево однолетние вот двухлетние можно у самой земли привить получить прекрасную саженность вот один к одному если стерва несколько лет не бойтесь тысячи несколько по принципу что вы же это моё а потом будем разбираться а если вы на привете один сорт только а он не приживется будет потерять в общем вы поняли о чем то есть так тоня привет как я рад вас видеть слушать из ваших семян яблонька трехлетка ушла в зиму с листвой весной ветки не проснулись а яблонька была какая дикая или культурная вот так но наросли новое а новое сейчас опять не сбрасывает и может читаться повториться можно еще что-то сделать ничего не надо делать жизнь сама научит вот как пел высоцкий позже сама научит но там было про алкоголиков но мы тоже мы садовые алкоголики поэтому давайте так просто наблюдайте ничего делать не надо так александр спрашивает в какой яблони семена она отвечает не знаю всадила смесь из семян яблонь от валерий красавец а смесь-то это культурная вот давайте так наиболее для каждого вместе кроме исторической родины чем это общее наблюдение чем проще сорт вот так плебей полу культурный дикаль вот тот который попроще тем раньше они тем лучше они готовятся к зиме самая роскошная сорта значит самые южные они могут вот как у вас получилось они могут не успевать войти в зиму они сильно южная их историческая родина ой 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 помните это лесная красавица из-за бельгии помните королевские из франции ну что ты будешь делать да что-то удалось судьба 50 лет уже тут уже уже так привык вот он никогда уже не уйдет зелеными листами но то что вы сделали вы взяли у меня смесь культурных семян вот и у вас получается зима она свистла это объективная картина это мои наблюдения я вам точно говорю что или у вас рада или поздно адаптируется он не могу показать какие-то вилки не работает это кратик вот с одной стороны и еще и зеленый вот с этого начиналось ничего провозимся 23 года и вот результат на украине вот в россии в отдельных местах 3 вот так теперь еще сказал то есть про про это культурное яблони не успевает даже привита еще почему мы приваем это его немножко как бы сказать то вот привитая яблони на дичок на сибирку привитая груша на дичок на на уши реку абрикос роскошные южные привезли на манджурский абрикос фактически дикарь да вот они принимают некоторые свойства от подвое и тогда в зиму уходят вовремя именно потому что у них этот самый наставник ниже них вот и влияет на их и в частности влияет на свое время на подготовку в зиме ну вот так ну что кажется мы закончили разговор вот я еще раз посмотрю кто у нас тут в гостях так может с кем персонально поздороваюсь ну арсен спасибо за перевод так ну что мы пару будем считать что пару новичков есть маловато но все-таки большая часть людей смотрят в записи так что будем надеяться что нас прибавится прибавится может сюда еще зайти ради интереса вот нет тут самое интересное погоду посмотреть ну представляете хочу вам на погоду пожалуйста что ты будешь делать ни одного минуса вот прогноз на ближайшие дни даже ночью мы не можем а это чисто практически вопрос то есть почему продолжается мы не можем цель не будет моя племянница или не могут у тебя посылки. Лис не сбрасывается, не сбрасывается, не сбрасывается, не сбрасывается, не сбрасывается. Хотя бы ночью небольшой минус, уже бы лиси начали жухнуть и отваливаться. Такое впечатление, что лето продолжается. Ну куда это придумать такое? Ночью 8, вот смотрите, послезавтра, да? Ночью 8, днём 18. Ночью 6, днём 19. Ночью 7, днём 20. А потом опять 19, я это, нет, я наслаждаюсь такой погодой. Но мне точит такая мысль, что всё это, всё аномалии, вот аномалии и всё. Кто-то творится с природой. Ну на этом надо заканчивать, друзья. Давайте, до свидания. Вот. Наверное, я всё сказал. Будем прощаться. До свидания. До свидания. Продолжение следует...